Друзья, приветствую! Две вещи, с которыми я хочу с вами поделиться, которые опять поднялись с утра, которые мы подняли вчера на воскресном служении. И первое, мы говорили о том, что нужно вырасти к ответу на молитву. Этот разговор идет о том, что есть для всего свое время. И для того, чтобы не быть огорченными, чтобы не быть разочарованными, ну, к примеру, в каком-то долгом ожидании ответов на наши просьбы, мы с вами должны знать о том, что есть от Господа всегда открытая дверь, которую, если он открыл, то никто не может закрыть. И когда он закрыл, то никто не может открыть. Поэтому вот здесь нам очень важно, имея общение с Господом, спросить у него, а дверь от тебя закрыта или от дьявола? Потому что здесь уже разные подходы молитвенные к этому есть. Если от дьявола закрыта, значит, ее нужно вышибать. Если от Бога закрыта, то бесполезно биться. Надо просто ждать именно то правильное время и увидеть именно открытую дверь от Господа, которую уже никто не может закрыть. Поэтому номер один, дорогие, тогда, когда мы, к примеру, знаем, что эта дверь закрыта от нашего Господа, то тогда нам нужно не огорчаться, не разочаровываться, не тратить это благословенное время в ожидании ответов на наши молитвы. А вот именно в этом благословенном ожидании нам необходимо наслаждаться нашим Господом. И когда идет вот это непосредственно наслаждение Господом и непосредственно необыкновенный мир Божий от Господа, то тогда мы знаем, что в правильное время Господь откроет. Нам просто нужно ожидать присутствия Господа. Привет от жены моей драгоценной. Нам нужно просто ожидать в присутствии Господа, наслаждаясь всем и доверять Ему, что идет правильное ожидание. И тогда, знаете, когда ты поймешь такие вещи, то, знаете, даже захочешь, чтобы ответы на молитву, они, скажем, даже задерживались для того, чтобы как бы оттянуть вот это прекраснейшее, драгоценное ожидание, где ты наслаждаешься вот именно в этот период самим Господом. Аминь. И второй момент. Дорогие, мы всегда можем попасть в такое искушение, когда ближние и дальние могут нам сказать о том, что... Ну и где твой Бог, когда, к примеру, нет какого-то исцеления, нет какого-то ответа на молитву в отношении, может быть, и финансовых каких-то вещей. Да вообще у нас, скажем, проблем в этой жизни хватает, да, Светлана? Хватает всего. И вот, понимаете, Иисус Христос не просто так в пустыне, он открыл нам одно из искушений, в которые вводил его сатана, тогда, когда сказал ему, сбросься с храма, чтобы все увидели, о, какой ты, ну, вообще, Рэмбо, крутой какой, покажи нам такое мощное исцеление, воскресение и так далее, там и ангелы подхватят тебя и так далее. И Иисус Христос, он просто сказал, не искушай Господа Бога, аминь. Поэтому, драгоценное, вот здесь не надо никогда доказывать, что Бог с тобой через какие-то внешние факторы, потому что есть периоды в нашей жизни, тогда, когда нам их нужно просто пройти. И ты как бы манипулируешь самим Богом, говоришь, ну вот, Господь, если бы ты дал бы вот это исцеление, или вот это воскресение, или бы ты здесь, там, 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 ответил бы, и все бы увидели, и все бы побежали, и прибежали к Господу, дорогие. Я скажу так, что у людей очень много зависти, у людей очень много таких, знаете, как бы, даже слова-то не могу подобрать, свитих, что можно сказать, прямо, когда, ну, просто пример приведу, Лазарь воскрес из мертвых, и вместо того, чтобы побежать всем к Иисусу Христу, вот как раз фарисеи, они что искали? Они искали убить Лазаря для того, чтобы уничтожить работу Божью. Или, к примеру, когда слепой в Иоанна 9 главе увидел, и там, понимаете, весь город пришел в движение, и там написано, что они пришли в страх, там не написано, что они уверовали. Поэтому никогда не поддайся под эти искушения, потому что, понимаете, когда Иисус Христос сказал о том, что не что, а когда к нему пришел один из мужчин и сказал, возьми меня с собой, я хочу служить тебе. И ему Господь сказал, а ты знаешь, что лисицы имеют нору, а мне, говорит, бывает, вот именно в его служении негде и голову преклонить. То есть, по-другому он ему говорит о том, что не всегда будет со мной хорошо, даже когда я буду с тобой, будут определенные гонения, будут определенные такие обстоятельства в жизни, которые, ну, скажем, наша плоть, она душа, она, так скажем, не хочет, как бы сказать, стоять в этом, выдерживать, проходить вот эти какие-то скорби, какие-то страдания. Более того, есть такие моменты, когда к нему подошел другой мужчина и сказал, я готов прямо сейчас идти за тобой, только вот позволь мне похоронить отца моего. И Господь сказал, позволь мертвым погребать своих мертвецов. Это не значит, что он не говорит не хоронить своих родителей или там, к примеру, да, на кладбище, да, не убираться за своими родными. А он говорит о том, что бывают такие времена, когда вот просто нужно входить в двери, когда ныне, когда вот уже просто вот именно раз, и двери могут закрыться. Даже такие времена бывают. И тогда, что подумают о вас родные, что подумают о вас близкие? И вот Господь говорит, самое главное, думай о том, как я о тебе думаю, как я смотрю на тебя. Потому что тогда, когда ты будешь угождать своему Господу, сто процентов, ты будешь не угождать многим-многим-многим людям, которые рядом с тобой, которые будут обязательно плохо говорить о тебе. Поэтому драгоценные две вещи. Первое. Пока ты не получил ответы на молитву, пока идет небесная посылки, ангелы ее несут, может быть, они даже несколько лет будут ее нести, или несколько месяцев, или несколько дней. Это не значит, что Господа нет рядом с тобой. Он говорит, поэтому я рядом с тобой, чтобы ты легко это переносил, с наслаждением переносил. Точно так же, как Авраам это переносил, которому Господь приходил и одиннадцать раз говорил. Одно и то же, только через двадцать пять лет родился Исаак. Я не говорю, что обязательно столько будет, но я имею в виду, чтобы мы не разочаровывали, чтобы мы наслаждались Господом, Его присутствием, потому что Его присутствие – это показатель того, первое, что все заботы возложены в руки Его, значит, Он в курсе всего. И в этот период Господь хочет, чтобы мы были в чудеснейших отношениях с Ним, как в раю и в Эдемском саду, потому что это и есть на самом деле. И второе драгоценное, о чем я сейчас говорил, это то, что не поддайтесь под искушение доказывать людям, что с вами Бог, Господь не нуждается в этих доказательствах, потому что Он сам проходил эти искушения, когда Ему говорили, но если ты Бог, то сойди с креста, докажи, что ты Сын Божий, Он не доказывал. Так же, как в пустыне, докажи, что ты Сын Божий, сбросься с крама. И Господь не поддавался под эти искушения. Доверяй Господу, доверяй Господу, и все будет хорошо. Господь Сам всем все докажет. И как свет высияет правда Твоя. Будь благословен, и все вместе скажем. Аминь. Блаженны, уповающие на Господа. Аминь. С Богом.